Посмотрим, что же ожидает нашу страну, в чем сильные и слабые стороны соляра России, которые включаются в момент весеннего равноденствия, а этот момент наступит в 18 часов 33 минуты и 22 секунды 20 марта. 20 марта это будет воскресенье, момент весеннего равноденствия. Ну, во-первых, самое позитивное это то, что наконец-то количество планет в домах булок больше, чем в домах астракизма. С 2014 года мы не вылезали из астракизма, и проявлялось это тем, что вокруг России все больше и больше возникало вот это какое-то блокадное кольцо во всех смыслах, и в экономическом, и в политическом, и в визовом, насколько ситуация зашла в тупик, например, отношения с Западом, что лично министр иностранных дел Лавров разговаривает с американским госдепом, чтобы Олегу Дерипаске поставили в паспорт визу. То есть дошло до того, что министр хлопочет о визе, чтобы тот мог слетать, у него там в Нью-Йорке много всего, чтобы можно было слетать, проведать Нью-Йорк, и не только, министр хлопочет, чтобы Дерипаске шлепнули в паспорт визу, а та у него кончилась, а новые визы в России получить просто нельзя. Нельзя. За годы астракизма, я, кстати, не знаю, я знаю, что он хлопотал, но о результатах хлопот министра я не знаю. Может быть и отказали. Он лично просил поставить визу Дерипаске, чтобы тот мог поехать в Америку. Не знаю, поставили или не поставили, но до чего дело дошло, что скоро, кроме Зензибара, никуда, ну и Израиля, конечно. Поэтому, коллеги, выбирая между Израилем и Зензибаром, да, это вопрос. Давайте посмотрим соляр. Соляр России на следующий год сулит действительно бурный рост экономики. Это из хорошего. Да, бурный рост экономики – это объективная вещь. Потому что Луна во втором доме, три планеты в пятом доме – это уже пять баллов. Эрида и Уран в восьмом доме. Итого получается семь баллов, семь булок. Это хороший показатель. Экономика действительно будет восстанавливаться. А благодаря чему она будет восстанавливаться? Она будет восстанавливаться в том числе благодаря тому, что невероятный подъем цен на нефть и газ.